Пожалуй, каждый раз заходя в Дворфортерс, начинающий рядовой игрок надеется получить удовольствие от своих грамотных скиллов дворфийского манагера низшего звена. Он будет пытаться сделать огромную крепость с мощной экономикой, инфраструктурой, белопердежками, множеством могучих дворфов с богатствами в закромах и прочими поводами для гордости. Однако, со временем его крепость неизбежно падет с лестницей и пернет. И лишь после понятия... Обязательно пернет. Ты каждый раз в таких играх начинаю новую игру, ты такой, я учел опыт старой игры. Теперь у меня точно все получится. Мне интересно, а есть ли какие-нибудь моды на игру, которые визуализируют ее посимпатичней? Понимание и осознание данного факта, начинающий дворфист, становится дворфистом настоящим, настоящим мудрецом, психопатом. И садистом, который заходит в игру в поисках хлеба и зрелищ. И в очередной раз я вам скажу, дорогие мои друзья, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Сегодняшняя наша история будет забавной, с юморком, с иронией и комедией. То есть все как всегда. Да. Полный богатств, но абсолютно не обладающий какой-либо защиты. Ха. Звучит как идеальная возможность, дабы прийти своим оружием и крышануть работяг. То есть побыть самыми настоящими членами ЧВК. Правда, как это обычно бывает, в наших замечательных вкусных историях что-то пошло не так. По приезду в крепость было обнаружено страшное. Снаружи крепости лежала куча изродованных тел, трупы животных, дворфов и гоблинов. Неужели на бедных работяг напали гоблины? Такой вариант вполне возможен, так как очень часто слухи о богатствах дворфов доносятся до злых сил. И те волна за волной нападают на крепости в жадных попытках грабежа. Плюс к этим грабежам бонус идёт масштабный геноцид всего живого. Однако, сердце чуяло, что-то здесь определённо не так. Переместимся назад во времени. Банда пустоты, честно говоря, название очень пососное. Хотя, может, на дворфийском звучит лучше? Инцел кизад. Ясно, инцельные кизяки. В общем, банда пустоты, то бишь пустотники, это, по сути, дворов и думеры, которые устали от мирской жизни и в поисках тихого уединения решили отправиться в гуры под названием Дюна Диверсии. Тут нет ни цветущих лугов, ни полных рыбы-рек. Всюду глина, печаль и завывающий от уныния ветер. Идеальное место, чтобы скрыться от зора этого жестокого мира и потихо гнить, питаясь всяким говном, едва чуя копчу. Крепость свою они решили назвать, и гнить, питаясь всяким говном, едва чуя копчу. Я сейчас больше шлёпай. Шлёпай, шлёпай, да. Чуя копчу. Крепость свою они решили назвать высокобратском. А символом же их является дворфиха, держащая двуручный меч. Да, походу, идеально, инцелы. Это, кстати, забавно, ибо дворфы не сражаются двуручкой, так как он банально не подходит им по росту. И прежде чем я поведаю вам про дальнейшие события, я лишь скажу. Данная крепость была основана личностями, которым не нужны богатства и славы. Они всего лишь хотели спокойной жизни, без лишних сложностей и приключений. Ну а теперь, когда вы это усвоили... Ну да. Я начинаю. Начнём с того, что их планы по житью тихой житьёмой пошли по жопке. По приезду в это печальное место было решено мгновенно начать копать, ибо вокруг нет ни одного дерева, из которого можно было бы сделать хибару. И стоило начать раскопки, как мгновенно были обнаружены залежи золота. И немалые. Удивительно. Некоторые не могут эти дивные богатства раскопать годами. А тут прямо на поверхности. Разумеется, работяги этого говна наколупали вдоволь, но что с ним делать? Непонятно, да и надо ли? Чтобы его расплавить, нужен уголь, древесина. А это не в избытке, а даже наоборот, дефицит. А потому потихонечку дворов обживались. Построили мастерские, огороды, еле-еле справились с влажными породами, которые знатно помешали начальной раскопке. Для тех, кто не в курсе, влажные породы это та ещё боль дырка задница, ибо топит водичкой сильно. А в нашем случае так ещё и глубоко. Но это проблема. Ещё и обвалы случаться могут из-за неё. Проблема была решена. Кстати, дворфы максимально неприхотливы в еде питье. Пустотники тем более. А потому на постоянке они жрали не мидии, не мясо, а грибы. Пили же они вино, которое делалось из этих самых грибов. А я думал, жрали червей. Гриб, кстати, называется толстошлемником. Это самое распространённое и популярное сырьё для готовки. Оно быстро растёт и в любое время года. Дворфы будут уплетать эти грибы хоть в готовом, хоть в сыром виде, хоть в жидком виде. Только так. Конечно, от такой диеты нормального организма уже давно сорвало бы жопу. Но пока братья Адамса не добавили функции срать, дворфам остаётся лишь задаваться вопросом. Ундвикакен. И вот, как бы, ребят... Это более-менее того самое, как вдруг налетели мигранты, господи. Но мигранты непростые. Некоторые из них явились прямиком из крепости дворфов, основанной золотой компанией. Серьёзно? Кроссовер неожиданный, да? Опять. Это ж не первый раз. Я так понимаю, он создаёт просто разные племена у орков, господи, гномов в одном и том же мире просто. Походу. До сих пор пребывают в шоке, а некоторые таковы всё ранены. Хотя для меня, конечно, загадка, какой Моисей их довёл от одного конца света до другого. Но, думаю, сейчас это не особо важно. И нет. Олина, молотоборца среди них нет. Но я уверен, что он нашёл свой личный путь бытия. Так, золот. Оно есть. Но плавить его нечем. Срочными темпами дворфы копали проходы вниз с надеждой нарваться на подземные пещеры. Но зачем? А за тем, что именно под землёй можно знатно нарубать древесину, а точнее, огромных грибов, которые пойдут на древесные табуретки или рожек печи. Пещера была найдена. И достаточно быстро. Она была полна древесных грибов. Ииии... Тут была битва. И битва была лютая. В бою столкнулись троглодиты и ящеры-люды. Били друг друга сильно до крови и рвоты. Дворфы... Жесть. Ну чё, а теперь можно взять, собрать эти трупы ящеролюдов и сделать жаркое из ящерицы. Это ж это, наша любимая, стравить двоих. Да. Либо это просто-напросто взять и... Не дать голему съебаться от энта, ссыклоебучее. Трупы сжечь. Она шатировалась и паниковала, прерывая свои обязанности по защите работяг от всякой злой жирности. Это, кстати, показатель низкой дисциплины. Надо исправлять. А исправляется это либо тренировками, либо драками. Именно поэтому нашу дворфиху я отправил в подземелье бить мелких крандлов. Это такие маленькие двуногие бесяда, которых наши... Бесяда из оверлорда. Героиня загнала на дерево и кровожадно перебила. Правда, появилась маленькие двуногие бесяда, которых наша героиня загнала на дерево и кровожадно перебила. Правда, по иронии судьбы, убийство этих существ никак не повлияло на ее психику или дисциплину. Нет-нет. Но зато она сразу после этого впала в депрессию, потому что попила рядом стоячей пещерной воды. Но потом сразу же вышла из депрессии и вспомнила, что встречается с нынешним лидером экспедиции. Я, конечно, не фантазийный сексист, но... Ох уж эти дворфийки! Да, я вижу там интересные женщины. Писка зачесалась из депрессии, вышла, пошла к мужику. Епстись. Епстись, 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 да. Так птичка за окном говорила. Теперь же, когда имеются подземелья и грибная древесина, вот она, кстати, фиолетовая, можно создавать различные золотые изделия. Начали, разумеется, с монет, ибо золотой рубль, он и в лечебных холмах золотой рубль. Если вы сделаете золотой кубок, то его цена буквально будет зависеть от мастерства дворфа, а монетки же всегда одинаковые. Теперь же осталось лишь дождаться следующий караван с товарами и затарить себе ништяки, оружие и какое-либо угодно питьё, кроме грибной черноголовки. Вообще, когда ваши дужи... И какое-либо угодно питьё, кроме грибной черноголовки. Вообще, когда ваши дворфы богатеют за счёт качественных товаров собственного производства, каждый караван ожидается как манна небесная. Ибо можно купить чё угодно. Оружие, семена, одежда, животные, древесины и т.д. А потому долгожданным повозкам рады всегда. Правда, в этот раз вместо долгожданных дворфийских повозок пришло нечто другое. То, что вы сейчас видите, это две полудохлые клячи и двое мерзотных дегенератов. Проще говоря, эльфийский караван. Эльфы в... Бля! ...сообществе дворфистов не особо любимы. Начнём с малого. Они зануды и фантазийные гримписьковцы. Если вы будете врубать деревья в огромных количествах, к вам может прийти дипломат, который потребует, чтобы вы срубали меньше, иначе они объявят вам войну. Охуенно. Мало того, если вы предложите эльфийскому торговцу на продажу деревянное изделие, то он обидится и ливнёт в лучшем случае. А в худшем он уйдёт, расскажет остальным эльфам, какой вы аморальный мудак, и вам объявят войну. А ещё забавный факт. После битвы эльфы считают то, что они имеют полное право пожрать остатки своих врагов. Я сажал бы... А я чё им ещё жрать, если они, это, очень растения уважают? Охуенно. Платоядные эльфы. Ну так и в этом... В ТЭС тоже такие есть эльфы. Ну не все же. Не все. А тут, я так понимаю, у всех это норма. По кого угодно. Я так скажу. Вообще. Эти же двое явились в Высокобратск просто потому, что тут никто деревья не рубил, а потому пустотники по душе эльфам... ...тупо из-за этических предпочтений. И как мы вообще против агрессии, и вообще мир, труд, грибы, но... Я вижу, вуд, вуд, вуд. По продажу эльфы всегда приносят только эльфийские высококачественные товары, а точнее всякое низко КПДшное говно. Тряпки, семечки и древесина, которая, по их мнению, экологически-этическая, ибо они, эти дрова, буквально вырастили. Самое необходимое. А, то есть то, что они дрова наделали, это нормально. Это валежник, видимо. Обходимые дворфы, конечно же, взяли, но тоже оружие живой древесины брать не решились, ибо деревянный боевой топор, это древесня какая-то. По итогу эльфы ли в ноле. Ура! Но после них пришли еще мигранты. О, нет, господи ты, боже мой, вам тут что, медом намазано? Честно говоря, я не очень люблю слишком людные крепости. Ну, конечно, да, число мигрантов может и фиксить через внутренние строчки в игре, или же через усилиту, лейзину, пак, ну, блин. Надеюсь, в скором времени появится внутриигровая функция. Мест нет, даже в сарай койку не дам. Бл... Ну, вообще, да, было бы хорошо иметь возможность не пускать их. Стену там, допустим, построить. Благо, проблема с перенаселением в скором времени была решена, ибо в подземные пещеры ворвался огромный ядовитый паук. Сопротив него на бой вышла наша боевая дворфиха, которая знатно затренировала свои скиллы боя и ментальные выдержки. Она заорала, как скоротечна жизнь, изыди страх. Паук посмотрел на нее, протнул своим лютым ядовитым жалом, а потом настолько сильно ударил ей по роже, что дворфийская головушка крутанулась вокруг своей оси, словно... Оу. Нету больше баба. 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 Баба-баба. Короче, нету капитана экспедиции. Капитан Ши. Женщина капитана экспедиции. Короче, у мужика нет бабы, все, не важно. ...бутылочная крышечка. Она скончалась на месте. Следом я отправил других ребят вооруженных, кто чем гораст, ибо оружия нет, и те, в свою очередь, очень грустно погибли, запутавшись в паутине и впитав очень токсичный яд, как губочки. По итогу, паук уменьшил численность крепости и свалил за пределы карты, не потребовав от меня какой-либо благодарности. И все бы ничего, но на замену им моментально пришли новые эмигранты, чья численность позволила остаться не то, что в минусе, но и в плюсе. Кстати, драка с пауком напомнила мне о том, что надобно построить бараки для солдат. Там они спят, жрут и постоянно тренируются, тем самым держа в тонусе свое тело и мысли. Грамотно устроенные военные службы и тренировки способны приносить работягам светлые мысли. Короче, гачи комнату построил. От депрессии максимально далеко. Да и в случае траки, они от убийств вполне смогут получать позитивные мысли. Правда, в нашем случае солдаты это буквально сапожники без сапог, ибо оружия нормального нет, брони нет, а потому они просто стоят в бараках и повышают свой скилл, махая кулаками в воздух. А че в подземных пещерах поискать? Там камень, железо, медь. И золото делать, оружие в конце концов. Ну тоже можно, как вариант. Такое себе, конечно, но можно. И хоть я максимально уверен в их боевых скиллах, я не особо готов бросать их на бой с внезапно подошедшей тварью под названием Муд. Огромная одноглазая креветка, которая, к слову, кровожатая... Опять, блядь, креветка! Ну хотя бы не горящая, вроде бы. На это крови. Благо, в этот раз я был более оперативным, а потому направил работягу перекрыть пещеру. Этот гений со своей задачей справился успешно, не считая того, что... В общем, этот недопонятый бородатый разумист замуровал себя снаружи крепости и остался с чудовищем наедине. Ха-ха-ха! Идиот! Креветка такую возможность не упустила, а потому загоняла работягу до смерти, а потом сама откинула копыта, просто потому, что она до этого уже была побита более могущественными силами. Пустотникам повезло. Редко чудовище так быстро мрут. Дворфы облегченно вздохнули, да отправились на разбор стены и дальнейшую добычу древесины. Нужно больше угля. А потом из темных закромов вылезло чудовище по кличке Топ. Огромный, одноглазый, очередной ядовитый паук. Ииии... Он, короче, яростно перебил кучу народа в мясо и сдох от руки по желопивоварихе, которое кулаком пауку выбило мозги. И вот вроде бы беда. Трагедия. Трава. Куча народа мертва. Надо сворачивать экспедицию и бежать отсюда, роняя кал. Но была уверена, что вот на этом-то беды кончились. Надо срочно дособирать остатки древесины да закрыть проходы в пещеры. Это хорошая идея, богоугодная. Да и дабы подбодрить работяг, было решено попросить кузнеца оформить в столовку две золотые статуи. И это их, конечно, подбодрило. Но потом внезапно напало очередное чудовище по кличке Стагалел. И все бы ничего, но это чудовище состояло из пара. А потому после первого... Ебать! Как с ним воевать-то? Удар дворфа очередняры этот пердеж анимешно застонал и испарился. Ну... Теперь-то все? Беды кончились на их веку. Можно ли наконец-то пустым? Нет. Опустошенным дворфом зажить. Дворфы хотели отправиться замуровать пещеры. Как вдруг случилось нечто новенькое. Походу, золотые статуи в столовке оказались максимально лухарьской темой. А о тамошних богатствах пошли слухи. А потом на крепость напали темные силы в виде отряда гоблинов. Их было немного, но нынешние дворфы были побиты, уставшие от битвы, без оружия. А потому гоблины просто дружно сказали Remember no dwarfs и медленным шагом геноцидили не только дворфов, но и всю живность вокруг. Скотина, коты, собаки, дети, дворфы все падали от оружия и выстрелов. Работяги пытались всеми силами отбиться, но гоблины были не сильны, но хотя бы вооружены и в броне. Чуть минус зубы. Чертовы караваны. Ну скоты вы торгашевские, когда же вы наконец-то принесете нам оружие? Благо с горем, попой и ломом дворфы отбились. Правда, крепость оказалась буквально на грани вымирания. В живых остались лишь раненые бойцы и дети. Это печально и грустно. Но вот бог Армак так не считает. А потому в крепость из самых темных уголков подземного мира ворвалось новое треногое чудовище по кличке Таппе, которое буквально люто выделяет из себя ядовитые испарения с лютой кинетической силой. Класс. Эта тварь оказалась настолько мощной и неубиваемой, что никто не смог остановить его. Чудовище быстрым бегом отбежало все коридоры комнаты, склады и пропердело всю крепость насмерть. Померли все. Последними жертвами стали бедные дети, которые пытались дать отпор, но чудовище было абсолютно непобедимым, а потом выпердело им все зубы насмерть. Живых дворфов более не осталось. Дворфы-топористы, прибывшие в эту задушенную ядовитыми газами крепость, увидели те пещеры, откуда этот бесконечный поток чудовищ закошмарил дворфов пустотников. В уши, и перед этими знаниями и возможной перспективой быть убитыми, ребята решили спешно покинуть это проклятое место. Какие бы золотые статуи тут не стояли, какие бы жилы золотые тут не были, это банально того не стоит. Конечно, из этой истории можно сделать выводы, но мне кажется, тут банально Рзыха, да и вообще в мире дворфийская крепость лишь воля великого кровавого бога Армака является той самой великой дланью Господней, кое жаждущих одарит ничем, а желающих ничего одарит золотом и жуткой братской могилой. Пипец. Да, полная жопа, я могу сказать. Как обычно, все по жести. Ну, а эти хотя бы золото нашли, хоть оно ему и в пенис не впилось. Спасибо за просмотр. До скорых. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова